Доброго времени суток! Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга и это седьмой выпуск шпаргалок по игре Black Desert Online. В сегодняшнем выпуске я бы хотел в интерактивном режиме на карте показать места кача, где, как качаться, на каких мобах и как будет быстрее выиграть. Ну что, поехали! Вот так будет выглядеть примерно карта, когда вы откроете большую часть мест кача мира Black Desert, который есть в данном патче. С самого начала вы столкнетесь с тем, что в любом случае вам придется начать гриндить. Это игра про задротство, это игра про гринд, вы должны это понимать. После того, как вы добрались с Вели и, соответственно, квестовая цепочка вас приведет в Хидель, будет примерно три уровня, которые будут очень сложны. И мой вам совет, если вы понимаете, что квестов вам недостаточно, а квестовые скиллы уже более-менее так развитых проф, это как рык у Мистика или, допустим, вертушка у Берсерка даются с 16-17 левла, вы их не можете получить. Мой вам совет, задержитесь на два левла на локации в Шахте Хидель. Примерно вы потратите минут 30-40, ну, то есть 30-40 минут вы можете поднять от двух до трех левлов, в зависимости от цветков, которые вы используете, или, допустим, от молока, если у вас есть уже деньги на первое. Соответственно, задержавшись здесь, вы можете дальше продолжать линейку квестов. Взяв уже квестовое умение, вы проследуете дальше к плантации Моретти. Здесь, конечно же, у вас есть выбор, остаться на плантации или пойти чуть ниже в Глиши. Но мой вам совет, задержитесь на плантации Моретти до 20 уровня, подтяните вашу меткость, используйте оружие Асфалл. После уже можете смело до 24-23 левла находиться на повстанцах Аль-Рудзи. Здесь очень большие места для качи, очень большие споты, вот особенности здесь в разрушенном замке. Мобы очень плотно стоят, кач идет очень быстро. Далее, с поста вы можете проследовать и до 30-го левла прекрасности, точнее, до 28-го левла, до 30-го находиться в Кровом Монастыре на Сектантах. Если споты будут заняты, вы можете переместиться на фоганов, как вариант. Параллельно, если вы собираетесь не только гриндить, но и выполнять квесты, вы должны следовать строго указаниям черной тучки. Соответственно, если ваша задача вырваться по гринду вперед, вы проследуете по этим местам. По поводу выполнения квестов я вернусь уже, наверное, в конце видео. Так вот, когда вы достигаете 30-го, 28-го уровня, здесь, в Кровом Монастыре, и могут становиться зеленые. Мой вам совет. 28-30 я лично брал в лагере орков. На них самих, на сайдженах, хорошо падают точки на оружие, точки на броню. С одни из самых первых там у меня упали. То есть, когда я только начинал играть, здесь они уже начинаются дропаться. В любом случае, могу сказать одно. И этот вопрос также мне на стриме очень-очень часто спрашивают. Где дропаются точки? Абсолютно везде. Я даже с беса выбивал на начальных локациях. Ну, это точно. Абсолютно точно. Итак, далее. Самый приятный мой, самый любимый спот. Логово Бераги. Капитаны гарнизона, капитаны стрелков, разбойники, войны. Вся эта ваша территория. До 33-го левела. После 33-го левела у вас есть два пути развития. Вот так, по-моему. Это первая. Пещера Херута. Соответственно, качаться на Херута. Это такие недоорки, непонятные, в общем, горючие создания. Или такой более попсовый вариант. Это земли прокаженных. И там, и там можно прекрасно себя чувствовать до 37-го левела. Очень проблематичный левел с 30-го по 40-й. Потому что на 36-м левеле вас посылает в укрепление троллей. Очень много бегает незаточенных ребят. Для них на троллях это будет проблема. Ну и, конечно, может быть, не считая войнов. Для всех остальных классов это по КД прожимание банок на манну, на ХП. Соответственно, много затрат. Мое вам решение. Тролли, в принципе, очень непрофитные. Никто на них не качается. Максимум делает квесты на знания, которые дает Черный Дух. Плюс-минус квесты, которые дает НПЦ на получение очков навыков. Можно сделать на палатиннике. Вас это особо не должно напрягать. 38-й левел и ваш путь проходит Химером. Химером в городе Киплан. От Киплана на 9 часов располагается лаборатория Марми. Здесь страшные существа. Химеры, мутанты-орки и прочая нечисть. До 43-го левела. Прекрасно себя там чувствую. С 38-го по 43-й левел. На 43-м левеле вы проследуете непосредственно форт Трины. Это не так далеко находится от города Киплан. Под фортом Трины располагается лагерь санилов. Эти ящеры или, как называемые, рептилоиды освоились там. Прекрасный кач. Выпадение вкусных доспехов в точке оружия начинают уже падать элементы на сбор так называемой дискотеки. Это свитка призыва трех боссов, которые вам очень-очень сильно понадобятся. Примерно здесь можете находиться до 48-го левела. Я был здесь до 48-го левела и ни капельки не пожалел. Потому что хотя бы, ну вот если брать Варвара, у меня не пропала вертушка. И, соответственно, без нее уже дальше кач гораздо сложнее идет. Потому что только на 50-м левеле вы сможете изменить доп. умения, пробуждения. 47-й левел для всех остальных классов. После проследуем на самые топовые споты, на которых качаются 50-ники. А именно, как видите, у меня уже здесь проложены к ним, уже проложены точки. И все топ-споты располагаются непосредственно в западной части карты. Здесь первое это водяники. Абсолютно все озеро окружено ими. Много лута, мало интересных этемов. Свитки на боссов, свитки призыва. Но в основном это плотное заселение озера, плотный кач и довольно-таки большое количество лута. Осваиваете территорию, но помните одну прекрасную вещь. Там ПК постоянная. В один хороший вечер, который произошел 2 дня назад, когда я не стримил, на двоих мы с моим сагильтисом поделили около 40 фрагов. В ПК я не ушел. Лишь по чистой, знаете, случайности. Я отмывал, по итогу отмытая карма, у меня было за время кача около полутора миллионов. Просто вот представьте, более полутора миллионов кармы было отмыто. Пока мы только отбили спот. Решайте сами. Но есть в этом прекрасная такая лазеечка, которая вам реально поможет. Не суетесь туда, если вы не уверены в своих силах и у вас заточка не плюс 15. Но честно говорю, просто потому что очень неприятно терять камни и как бы из-за ПКшника 51-го или 52-го, который может у вас слить в несколько выстрелов, терять этот ценный опыт и, соответственно, камни. Манши. Клан Манши. До полтинника идеально. Просто идеально. Одни из самых лучших спотов. Много мобов. Убиваются легко. Дроп очень приятный. Меняется тоже очень близко. 100 дропа на 30 тысяч монет. Вот прям лайким за то, что они есть. И потом. Вы взяли 50-й. Вы обточились. У вас есть, в принципе, возможности драться. И куда же вы пойти, куда податься. Есть вариант следующий. Опять же, те же водяники. Есть у нас в разрушенном монастыре теневые... Ой, как же их называть? Теневые отступники. Мастера теней. Господи, я уже забыл. Собственно, здесь локация. Здесь у нас находится в этой части к зарке. Здесь у нас находятся... Господи, скажите мне, энты. На энтах, в принципе, дроп. Самое интересное, это только камни, которые вставляются для инкрустации. В другом... Как-то по-другому их рассматривать? Ну, не очень. И те, кто уже докачался, я прекрасно знаю, что вы видели таких мобов, как Огр и Циклопы. С Циклопов падает интересная, по-моему, жерелка дефовая. Или колечко дефовое. А вот с Огра впадает одно из самых топовых жерель. И сейчас на данный момент в игре. Который дает 10 атаки. Убить Солу Огра возможно, но сложно. Все зависит от вашей проточки. Огра у нас располагается чуть выше Маншей. Как видите, у меня тут знания Огр, не изученные его. Квесты закрывает. Есть еще один интересный спот. Это кладбище Хексы. На кладбище Хексы располагаются скелеты. Санила, обычные скелеты лучники и скелеты воины. Плюс этой локации, которую я лично для себя нашел. Она офигительно выглядит. Мрак, темно, снежить. Вот просто кайф. Но мобы очень друг от друга расположены. И очень тяжело их найти. Полезный дроп. Одна из топовых сережек на данный момент в игре. Которая дает 5-5 атаки. Вот, собственно, и все. Больше ничего такого из самых мощнейших спотов, на которых когда-либо я качался, я здесь не вижу. Возможно, эта информация будет вам бесполезна. Кто уже ее прекрасно знал. Но новички и те, кто только, так сказать, познают этот мир, примут ее к сведению. Давайте, для закрепления. Соответственно, до 17-го лево. Шахты Хиделя. 18-20-й плантация Моретти. До 24-го повстанцы Алирунди. С 24-го по 28-й Кровавый Монастырь. С 28-го по 30-й Лагерь Орков. С 30-го по 33-й Логово Бираги. Далее. Выбираем на выбор, что вам больше интересно. Херуты или Земли Прокаженных. После Апа 38-го левла. Вы приходите в Киплан. Химеры и Мутанты. Далее идет. Также забыл сказать. Лагерь Санил и альтернатива Лагерю Санил это Гиганты. Но мой вам такой лайфхак. Идите на Санилах. На Гигантах, возможно, что-то падает интересное, но на Санилах они и вещи гораздо интереснее. Ну, просто вот. Уже не раз на своем, так сказать, личном опыте проверено. Далее. После Санилов вы выбираете. Клан Манши или Водяники. Готовы к ПВП? Водяники не готовы. Клан Манши до 50-го. Далее вы выбираете уже место кача, соответственно, вашим требованиям в игре. Вы хотите выбивать вещи? Вы хотите фармить лут? Определяйтесь сами. Вот, собственно, и все. Такой вот интерактивный гайд. Возможно, как я уже сказал, ничего нового не рассказал. Но, возможно, кому-то помог. И если понравилось, ну, что могу сказать? Вот такой большой палец поставьте под видео. Мне будет дико приятно. И самое главное, приходите на трансляции, на Good Game, на Twitch. Также на YouTube они проводятся. Каждый день вечером. Всех жду. И всем всего хорошего в мире освоения Черной Пустыни. Побольше вам точек и поменьше ПК. Всего доброго. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok